Для Марии Мелиховец конюшня – другий родный дом. Сюда она спешается что день, как сустриться со своим конем, якому дала ласковую минушку «Пардон». Как и инча 11 выхованцев отделения конного спорта Огаревицкой дитяшей юнацкой спортивной школы, Мария сама доглядая коня. Лучая свое кормить, садлая, с его же допомогой засвоивая усе хитрости верховой езды. Очень я люблю этого коня, уже приселась. Но, как говорится, есть разница между присесться на лошади, то есть уже знаете ее палатки под седлом, а можно и полюбить лошадь сердцем. Вот я именно полюбила, пардон, сердцем. Его добрый нрав, вот это добрые его глаза. Он очень красивый, но все-таки любить, наверное, лошадь надо не за красоту, а за ее душу, за ее глаза. Отделение конного спорта дитяшей юнацкой спортивной школы первичной профсоюзной организации господарки Огаревича иснуе уже больше за 30 годов. Здесь они учатся работать с лошадьми, понимать. Это такой один из видов спорта, где ребенок учится не только какой-то езде, там, например, но именно контактировать с лошадью, именно общение с лошадью. Амальпованность утроманник конного отделения спортшколы взяла на себе господарка Огаревича. Янаш Мангадо бесплатно дает детям своих коней, забеспечивая их кормом и местами на куниферме. Узвалить на себе еще большие затраты предприемство не может, а лея до помощи целком не отмавляется. В среднем, где-то, получается, если смотреть по 2016 году, на содержание кунифермы и лошадей, у нас ушло 36 тысяч деноминированных рублей. И сумма это, в принципе, так скажем, не если смотреть в масштабах затрат, которые идут по хозяйству, не сильно большая. И мы в состоянии эту помощь оказывать дальше. Потому что главное сегодня, чтобы нашим детям было где заняться, чтобы они могли провести свое свободное время, чтобы получили какое-то удовольствие, удовлетворение. Займаются тут не только дети Загоревичев, а лея из новокольных вёсок, наводзганцевичев, ляховичев и барановичев. Чутки обмахшимым в закрытии отделения Узрушили и выхованцев, и батьков. Конечно, мне жалко, если это всё закроют. Каждый день сюда ходим, приносим лошадям еду. Мы любим их, чистим. Если закроют, конечно, мы уже к ним привыкли. И больше сюда будет нечем заниматься. Ребёнок, например, мой идёт в школу, я даю денюжки на булочку, она везёт и покупает сахар для лошадей. Яблочко, конфетку, всё для них, понимаете. И, конечно, для нас будет очень большая трагедия. Для всей семьи, потому что дети очень психологически привязаны к этим лошадям. У нас, например, день рождения. У меня ребёнок не просит платья и туфельки, а просит нагавки для лошади, вольтрап, недоусток и так далее. На счастье, чутки застанутся чутками. Хоть и не без подстав. Закрывать отделения никто не сбирался. Кажуть, у спортивном клубе областного объединения профсоюзов. А вот перевести у инши статус пройдется. Об умовленных это новыми потребованиями до 10-ше юнацких спортивных школ. Спорт справа дорогая, тому повинна давать певный выник, а тренер иметь специальную эдукацию. Мы рассматриваем вопрос передачи данного вида спорта в ведение культурно-спортивного клуба «Огаревичи», где не надо показывать результаты. По мере возможностей, по мере финансирования, дети могут участвовать в соревнованиях. И я думаю, что это будет приемлемо и для школы, и для местных органов власти, и для родителей, и для деток. У нас есть такие примеры. Мы два года назад реорганизовывали эту школу, когда она была школой физической подготовки. Мы передали отделение тенниса, отделение ушу, введение клуба. И сегодня эти отделения прогрессируют и, в принципе, хорошо работают. Таким чином Мария Мелеховец и Далей может клопотиться об любимом пардоне. Так само, какие есть обровки по захоплении. Но махчимости агаревицких вершников будут залежать у тымлику и отжидающих добрую справу подтримать. Спонсорам и меценатам тут за все дырадые. Алена Ракуц, Алиса Григоршук, Юрий Сито, Телерадио, компания «Брест».